Мужчина, к берегу давайте! А вы знаете, что пляж еще не готов к эксплуатации и не открыт? Ну, нас пускают мы, поэтому... Табличку видели, что купание запрещено? Вас это не останавливает? Ну, плавать умеем, вода теплая. В своих силах уверены все, говорят сотрудники МЧС. Именно поэтому ЧП на воде и происходит. Лучше недооценить, чем переоценить свои способности. Особенно сейчас, когда вода в Волге еще холодная, и не все места для купания обследованы водолазами. Мужчина, добрый день! А вы знаете, что тут купаться запрещено? А вы знаете, что есть Конституция Российской Федерации, в которой написано, что свобода передвижения гарантируется? Ему не страшны ни сильное течение, ни обрывистое дно. Сергей знает за то, как свои пять пальцев. Говорит, что плавал здесь шести лет и пока никуда не унесло. Поэтому до сих пор плавает и плавать будет, несмотря на все протоколы и штрафы. Обстановление различных домов, если они антиконституционные, не имеют никакой юридических слов. В прошлом году, вспоминают отдыхающие, полицейские дежурили в Затоне, штрафовали. В этом году лишь наблюдают в сторонке. Говорят, что теперь у них нет полномочий. Закон отменили. Купаться по-прежнему запрещено. Об этом говорят и таблички. Но если очень хочется, то можно. Вы знаете, да, что здесь место не оборудовано? У нас неофициально здесь не оборудованы. К сожалению, что не оборудованы. Вот просто сожалеем, что не оборудованы. Не такие большие вложения сюда, честно сказать. Ну что, чисто песок привезти. И поставить пару зонечек для детей. Все. Это не все, поясняют сотрудники ГИМС. Это место под мостом никогда не будет пляжем. Тут даже загорать опасно. Везде арматура, стекло, бетонные плиты, источные воды. Чтобы пляж официально признали и разрешили купаться, нужно, во-первых, хорошее дно. Во-вторых, чистый песок без мусора и осколков. На пляже обязательно, как здесь, должен дежурить спасатель. А по-другой быть спасательный круг и жилет. И только тогда на этом пляже можно будет купаться. Единственное, которые пляжи мы сегодня обследовали, это частные пляжи, которые находятся на базах отдыха. Они подготовлены, сданы и все там готово к открытию купального сезона. Как только вода прогреется в 18 градусов, можно будет купаться. Пока же в Саратове официально не открыт ни один пляж. И с купанием в Волге лучше повременить, несмотря на установившуюся жару. Анна Ковалева, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.